Здравствуйте! Уважаемые товарищи, борьба за определение границ пенсионного возраста в России вступила в новую фазу. Принят в первом чтении соответствующий законопроект Государственной Думы. Ну, прения по этому законопроекту прошли ожидаемо. Значит, с чем выступил представитель Един России господин Исаев? Ну, он выступил с позорным каламбуром. Суть каламбура стояла в том, что те, кто не должен получать пенсии, имеют в виду еще работающие граждане, их получают. А те, кто должен получать пенсии, потому что в силу того, что работающие получают эти пенсии, получают маленькие пенсии. Значит, а как надо было сформулировать этот каламбур? И в чем позор этого каламбура? А дело вот в чем. Что на самом деле те, кто не должен получать доходов, имея в виду наши олигархи, получают огромные миллиарды. Они совершенно их не заработали с учетом того, как развивается или деградирует российская экономика. А те, кто должен получать высокие зарплаты, соответствующие стоимости рабочей силы, и те, кто должен получать соответствующие высокие пенсии, это трудящиеся, на которых и держится Россия, этого не получают. Ну вот, так сказать, Исаев сказал то, что сказал, и тем самым обнажил, так сказать, лицо в этом смысле единой России. Жалко только, конечно, тех честных представителей Федерации независимых профсоюзов России, которые, выступая на митингах, совершенно справедливо критиковали три форума. Но поскольку они находятся под пятой господина Исаева, то их выступления не сыграли никакой роли. Значит, что касается представителей Комнистической партии Российской Федерации и Справедливой России, то их выступления были сильные, яркие, убедительные, приводились правильные аргументы, хотя не все нужные аргументы были приведены, об этом, скажем, ниже. Ну, а что касается представителей ЛДПР, то он не в полсил случая покритиковать революцию, то есть дело коммунизма, то есть дело, которое и принесло коренное улучшение положения рабочего класса. Но, тем не менее, для того, чтобы сохранить какое-то лицо в глазах избирателей, предложил своей фракции голосовать против этой реформы. Итак, голосование состоялось. Состоялось, естественно, с предсказуемым итогом. А могло быть иначе в сложившейся ситуации? Полагаю, что нет. Значит, Единая Россия гнула свою линию, она использовала свое большинство. Что касается, скажем, справедливой России, то она предполагала, что ей удастся затормозить этот процесс сбором подписей. И, как известно, было собрано в электронном виде более 2 миллионов голосов против этой реформы. И представители справедливой России принесли 36 ящиков с бумагой, где было распечатано. Вот это против. Но даже если бы они принесли 360 ящиков, вот я думаю, что 300 представителей Единой России совершенно справедливо проигнорировали. Потому что, ну, не бумагой же убеждают, не бумагой же решаются вот такие крупные политические вопросы. Ну, что касается Коммунистической партии Российской Федерации, то кроме организации митингов, кстати, при Лью-России тоже это дело, об этом мы скажем, она, так сказать, рисует перспективу проведения референдума. Но это еще только перспектива, а голосование-то уже состоялось. Поэтому это, конечно, не могло затормозить ни в коем случае и предрешить исхода такого голосования. Что касается вот вне думской работы, вне парламентской работы, то мы знаем, что были митинги, где трудящиеся совершенно справедливо говорили о недопустимости такой реформы. Ну, это были люди, которые вот откликнулись на зов, вышли на площади, я бы сказал, случайным образом. Потому что не видно было, как мы и предполагали, организованных коллективов, которые вот заявили свою твердую позицию, опирались на силу, так сказать, солидарности рабочей и солидарности трудящихся. Этого, к сожалению, не было. Но раз этого не было, то совершенно предсказуемый был результат голосования. Значит, после голосования, как мы знаем, свое слово сказал президент. И обратите внимание, что президенту эта реформа не нравится. Причем в любом ее варианте. Значит, президенту не нравится повышение пенсионного возраста. Это очень хороший посыл. Я думаю, здесь Владимир Владимирович оказался вместе с теми десятками миллионов трудящихся, которые, конечно же, такую форму поддержать не могут и выступают против нее. Но дальше пошел разбор некоторых аргументов, которые были приведены и представлены президенту экспертами. Ну, к сожалению, вот эти эксперты были бы не названы, а было бы интересно, конечно же, послушать, кто же это не эксперт. Но, тем не менее, значит, вот такой аргумент, который не звучал в прежних дискуссиях, был связан с тем, что в 1956 году оказалось руководство партии, соответственно, руководство государства советского, рассматривало вопрос о повышении пенсионного возраста. Да, это, конечно, большую работу проделали эксперты. Нужно же поднять такой, и найти такой протокол, где это зафиксировано. Обсуждение вопросов. Но решения, как мы знаем, принято не было. А вот интересно, эксперты нашли тот протокол в совещании, так сказать, руководства партии, в соответствии с которым к концу 50-х годов начался переход к 7-часовому рабочему дню. Вот это не просто же было обсуждение, а это было решение. Вот хорошо бы его привести, да? Вот повышение пенсионного возраста только обсуждалось, и оно было отложено. А вот переход к 7-часовому рабочему дню не только не обсуждался, но он был еще и решен, и начал осуществляться. В этом ничего не было нового. Вообще говоря, впервые решение о переходе к 7-часовому рабочему дню было принято в Советском Союзе благодаря товарищу Сталину в конце 20-х годов. Ну и вот несмотря на то, что Хрущев зубом скрежет и ненавидел Сталина, он, конечно, чтобы не потерять хоть какую-то поддержку потрудящихся, вынужден был в послевоенный период снова вернуться к 7-часовому рабочему дню. Вот почему эксперты этого не сказали. А эксперты не сказали, не нашли такого документа, да, где говорилось о том, вот опять это хрущевское руководство, которое вынуждено это было делать, поскольку оно вредилось в коммунистов, намечало к 70-му году сократить рабочий день до 6 часов. Вот интересно было бы посмотреть на такой протокол. Ведь это не осталось только результатом совещания. Это попало в программу партии. Попало вот это более-менее хорошее положение в программу, которая в целом, конечно, имела уже антигумнистическую направленность. Как жаль, что эксперты не довели до Владимира Владимировича вот эту сторону дела. Вот эту сторону дела. Тогда, глядишь бы, по-другому была бы оценка и нынешней ситуации. Ну, эксперты опять повторили уже аргумент, который обсуждался и не является новым, о том, что на трудоспособных очень большое количество пенсионеров приходится в России. Значит, на полтора или на два работника, один пенсионер, и дальше дело будет хуже. Но вот тут не надо быть большим экспертом, чтобы знать, что вообще в современных странах развитых, и не только в России, на одного экономически активного члена общества, то есть того, кто приставлен на рынке труда, в политических странах, приходится как минимум один неприставленный на рынке труда. Это могут быть трудоспособные, безработные, могут быть дети, могут быть старики. То есть в этом смысле один человек обеспечивает не только себя, но еще одного неработающего человека во всех экономически развитых странах. То есть соотношение один к одному. И ничего, живут, да? Больше того, если мы вот по этой линии пойдем, хорошо, что не подняли эту линию. И посмотрим, сколько же человек, скажем, кормит Россию. Вот в фейском хозяйстве у нас занято 4,5 или 3,5 миллиона человек, около 4. То есть получается, что один работающий в фейском хозяйстве на земле кормит чуть не 40 человек. Граждане России. Это никого не пугает, что один кормит 40 человек. А вот в обрабатывающих производствах, которые создают все промышленные изделия, в том числе потребительские товары, занят у нас 10 миллионов человек. То есть один обеспечивает потребности 14 человек. Это никого не пугает. Я вас уверяю, что дальше с развитием технического прогресса это соотношение будет и дальше уменьшаться. То есть один будет кормить, так сказать, и большее количество людей, и один человек в промышленности занятый будет обеспечивать большее количество незанятых в промышленности. То есть в этом тоже ничего удивительного и страшного нет, и это никак не свидетельствует в пользу пенсионной реформы. И вообще я хочу сказать, что Владимир Владимирович мог бы расширить круг экспертов. Потому что если сейчас он призвал нас обсуждать, то я думаю, мы этот вопрос им имеем право обсудить. Я вот в качестве эксперта предложил бы президенту, со всей ответственностью, конечно, очень известного экономиста Вячеслава Николаевича Бабкова. Он долгое время возглавлял Всероссийский центр уровня жизни. Он пять лет назад был организатором большой Всероссийской конференции по вопросу о изменении пенсионного возраста и вообще о пенсионной реформе, где вообще, говоря, эта идея была неподдержанной, приведены многочисленные научные аргументы. Я думаю, вот если бы Вячеслав Николаевич Бабков вошел в состав экспертов, то качество решения и отношения президента от этого только бы выиграл. Я бы рекомендовал в качестве эксперта доктора экономических наук Олега Анатольевича Мазура, научного руководителя Невиномерского института экономики, управления и права. Олег Анатольевич подготовил уникальное для России научное издание, монографию, которая называется «Развитие работников современной России», где все положение российских работников исследовано комплексно. Показано, что увеличение продолжительности жизни требует коренного улучшения условий труда и, конечно же, улучшения положения работников и удлинения их нормальной здоровой жизни никак не совместимо с пенсионной реформой. Точнее говоря, повышение пенсионного возраста никак с этим не совместимо. Я думаю, этот эксперт был бы очень полезен для президента. Ну и еще хочу отметить, что вот эти эксперты почему-то затрагивают одну только сторону. В сторону спроса на труд. Точнее говоря, предложения труда. Да, вот что работники, сколько работников, сколько они могут трудиться. А давайте и вторую сторону рынка труда, уж если об этом речь зашла, посмотрим. В сторону спроса на труд. А спрос зависит, между прочим, от производительности. Так вот, я не знаю, какие эксперты порекомендовали Владимиру Владимировичу высказать свою позицию в отношении повышения производительности труда. Но это действительно очень толковые люди. Их, конечно, надо было бы озвучить, чтобы страна знала, что есть действительно научные сильные кадры, которые способны научно обосновать развитие России. Так вот, Владимир Владимирович озвучил задачу повышения производительности труда на 5% в год. Вот если бы таким темпом производительность труда в российской экономике повышалась в течение 10 лет, то она бы выросла за эти 10 лет более чем на 50%. 25% прироста производительности труда можно было бы использовать для увеличения массы продуктов, для того, чтобы каждый советский, и точнее говоря, российский гражданин мог лучше потреблять, и чтобы выросла реальная зарплата, то есть то количество благ, которые работники могли бы купить. А 25% можно было бы использовать для сокращения общих затрат рабочего времени. То есть не нужно столько труда. Зачем же увеличивать предложение труда, к чему подталкивают так называемые эксперты? Тогда как, с другой стороны, развитие экономики делает излишним этот факт. Ну, президент высказал свои отношения. Мы вот подключились в это обсуждение. Я думаю, теперь обсуждать ведь надо на самом деле следующее. Что? Поскольку законопроект уже принят в первом чтении. Ну, попытка его вообще отменить, да, оттолкнуть, я думаю, безуспешна. Ну, уж если вот, так сказать, Единая Россия выступит за таким фронтом, ну, неужели она вот возьмет и снова заберет этот проект? Хотя, с другой стороны, раз президент сказал, что ему такая реформа не нравится, наверное, какие-то подвижки будут. Давайте подумаем, какие. Ну, вот уже многие люди предполагали, что очевидно, значит, во втором чтении немножко сократится повышение пенсионного возраста. Сократится, наверное, видимо, все-таки женщины у нас пожалеют, Единая Россия скажет, так и быть, до 60. Ну, и что же мы все-таки получим? Мы получим повышение пенсионного возраста. Боюсь, что вот некоторые люди из тех, которые хорошо очень выступали в Думе, могут, я имею в виду представители справедливой России и КПРФ, могут это представить за компромисс. Это не компромисс. Еще раз повторяю, что на самом деле положение трудящихся ухудшится, и ни в одном отношении улучшение положения трудящихся не прослеживается. Это просто, так сказать, некоторая задержка или некоторое смягчение этого ухудшения. Это не компромисс. А что же тогда поднимать под компромиссом? Вот сейчас ситуация назрела к тому, что надо найти компромисс. Да, вот такой накал страстей в Думе, вне Думы. Надо найти какой-то компромисс. Надо, чтобы, так сказать, правящая партия, Единая Россия, правящая партия, ну, и сделал хоть какой-то шаг навстречу с трудящимся. Неужели история ничему и научилась, что нельзя закручивать гаечки? Нельзя, так сказать, закрывать последний клапан? Потому что, ну, это сорвет же. Значит, вот в чем тогда бы стоял компромисс? Надо как-то улучшить положение трудящихся. В вопросах времени рабочего. Потому что повышение пенсионного возраста связано как раз с вопросом продолжительности трудового стажа, с вопросом увеличения продолжительности отработанных часов за трудовую жизнь. Так в чем бы стоял компромисс? А компромисс мог бы стоять в том, что партии, которые выступают против этой миссионной реформы, осознав, ну, что вот в Идуме этот вопрос не решишь, а внедумская поддержка пока еще очень-очень слаба. Очень слаба. Для того, чтобы изменить это решение в корне. Эти партии предложили бы немедленное улучшение трудящихся параллельно с проведением вот такой реформы. Как бы могло выглядеть это улучшение? Они могли бы предложить, чтобы одновременно с принятием курса на повышение пенсионного возраста, вот это если бы с 1 января 2019 года такой закон вступит в силу, то тогда одновременно бы было принято решение о том, чтобы начать переход к нормальной продолжительности рабочего дня в России на уровне 6 часов без понижения заработной платы. Я хочу внести это предложение, можно сказать, в письменном виде. Вот я хочу сказать, чтобы люди не только услышали, но и прочитали. Значит, если я, так сказать, партии думские заинтересуются этим предложением, готовы будут внести, я безусловно им перешлю этот письменный вариант и, так сказать, могу еще приделать какую-то спроводилку в виде аргументации. Итак, суть предложения для сохранения и укрепления здоровья работников, увеличения продолжительности их жизни в условиях повышения пенсионного возраста, начать с 1 января 2019 года переход к нормальной продолжительности рабочего дня на уровне 6 часов без понижения заработной платы. Это компромисс? Вот это компромисс, который в какой-то степени приемлем для работников. Почему? Потому что от повышения пенсионного возраста будут проигрывать непосредственно, вот с 1 января 2019 года, по миллиону работников, да, и каждый год плюсоваться миллионом. А если бы с 1 января 2019 года начался переход к 6-часовому рабочему дню, то все трудящиеся, не только те, которым предстоит выйти на пенсию, непосредственно бы выиграли. С чего хотело правительство? Правительство хотело, чтобы больше людей работало. Оно это получит. Работники при введении 6-часового рабочего дня и, так сказать, при повышении пенсионного возраста будут работать больше лет. Они не будут сразу уходить на пенсию, как это было раньше, по достижении 60 лет и 55 лет для женщин. А с одной стороны, а с другой стороны работники будут трудиться меньше. Вот они выиграют от сокращения рабочего дня. Значит, это действительно компромисс. Это уступка нашей буржуазии, которая говорит, ну что же, каждый день работайте поменьше. И это уступка со стороны работников. Ну, выиграют, конечно, уступка. Почему это уступка? Значит, не надо заблуждаться, что если с 1 января 2019 года ведут 6-часового рабочий день, то все трудящиеся за свою трудовую жизнь будут работать меньше. Расчеты показывают. Что, на самом деле, значит, люди, которые будут выходить на пенсию позднее за свою трудовую жизнь, будут отрабатывать в сумме больше часов, даже если мы введем с 1 января 2019 года 6-часовой рабочий день. Потому что у них перед этим был рабочий день отнюдь не 6-часовой, 8-часовой в лучшем случае, а на самом деле больше. И поэтому после введения, немедлого введения, безлагательного введения 6-часового рабочего дня, суммарное количество часов за трудовой стаж понизится только, только у работников мужчин 1973 года рождения, а у женщин 1987 года рождения. То есть вот когда они будут уходить на пенсию при новом пенсионном возрасте, более высоком, вот люди этих возрастов, то они за свою жизнь отработают чуть меньше часов, чем те работники, которые сейчас выходят на пенсию до повышения пенсионного возраста. Но это будет еще из нескольких десятков лет. То есть это такой компромисс, который, конечно, вот немного улучшает положение сегодня и завтра трудящихся. Но на самом деле полностью не может нейтрализовать для половины работников нынешних, более старших возрастов, последствия от этой реформы. Но тем не менее, это все-таки компромисс. Услышат ли представители День России вот это предложение? Пойдут ли они на такой компромисс? Ну, для этого опять надо посмотреть на историю. Вот скажите, пожалуйста, буржуазия проигрывала от того, что рабочий день сокращался? Да нет. Вообще до смешного доходило. Вот я хочу напомнить, что в 19 веке был такой представитель, научный представитель буржуазии, сеньор, который говорил о том, что если сократить рабочий день на час с 12 до 11, то прибыль пропадет. Я думаю, сейчас в Тихомулку современные капиталисты посмеиваются над этим представлением, тогда очень искренним представлением. Потому что сегодня не 19-часовой рабочий день, а 6-7-часовой рабочий день, и уж как максимум 8-часовой рабочий день в экономически развитых странах. Прибыль по сравнению с тем, что было в первой половине 19 века, фантастически выросла. И это понятно, потому что развитие работника в конечном счете обеспечивает прирост прибыли. И поэтому, если бы наши капиталисты извлекали бы уроки из теории вопроса, из истории вопроса, то они бы могли пойти на этот компромисс, как пошли в свое время, скажем, шведские капиталисты. И поэтому сегодня в Швеции рабочий день один из самых коротких, и эксперименты по введению 6-часовой рабочего дня там проводятся. И, в общем, классовый мир, наверное, это в кавычках можно поставить слово, но, тем не менее, классовый мир поддерживается, обеспечивается. Ну, вот я думаю, что наши капиталисты могли бы посмотреть на этот опыт и попробовать его использовать. Ну, это их дело, конечно, и их выбор. Что касается партий, других партий, скажем, коммунистическая партия Российская Федерация собирается воевать при помощи референдума. Я еще раз говорю, что это напрасный труд, потому что пока еще будут собраны подписи и принято решение, уже закон будет действовать. А есть уверенность в том, что референдум не удастся сорвать тем, кто ему противодействует. Потому что, ну, это же легко, там, подписи вдруг мороженые недействительные, нарушение процедур. Коммунистическая партия от этого страдает на выборах. Если она на выборах страдает, то это на такой стандартной, рутинной вещи, да, которые уже отработаны, и там есть контроли. А здесь такая новая вещь для трудящихся. И чтобы там не найти каких-то подвохов юридических, языковых, ну, это товарищи серьезно считают. И они серьезно считают, что даже если люди проголосуют, то мир перевернется. Поэтому надо бы, конечно, вот коммунистам поддержать тот лозунг сокращения рабочего дня до 6 часов, лозунг сокращения рабочего дня, который всегда был на знамене Коммунистической партии России и Советского Союза. Надо это сделать просто. Появился шанс и у справедливой России с ее социализмом обтекаемым, в котором ничего не говорится о продолжительности рабочего дня. И похоже, что они готовы были сохранить рабочий день на нынешнем непомерно высоком уровне. Вот появится шанс. Ну, выступите, товарищи из прибыли России. Вы так хорошо критикуете. Ну, выступите за сокращение рабочего дня. Это действительно компромисс. Это действительно выигрыш для трудящихся. Вы получите огромную поддержку. А вы что будете бороться все вот против, против, против? А не за? Ну, я хочу сказать, что вот если вы подумаете, то те, кто сегодня будут ограничиваться выступлением против, да, и тем не менее, повышение пенсионного возраста, и тем не менее, сложность ситуации, что пенсионный возраст будет повышен, вот эти партии грозят уйти в политическое небытие. Ну, или, по крайней мере, потерять очень много голосов на предыдущий выбор. Неужели вы думаете, что гнев трудящихся вот будет так пять лет копиться и обрушиться на правящую партию, которая из дня в день приводит какие-то аргументы, приводит, так сказать, свидетелей и так далее, и ведет непрерывную логическую работу. И никакой справедливой России, никакой коммунистической партии Российской Федерации, ну, нет таких мощных средств воздействия на умы людей. И поэтому они же окажутся виноваты. Они же окажутся крайними в этой ситуации, ситуацией с борьбой против повышения пенсионного возраста. Вот те, кто уступают за сокращение рабочего дня, те стратегически всегда выигрывают. Пусть жатва отсеяна отдельно от посева десятилетиями. Вот когда принималось требование в конце 60-х годов XIX века, выставлялось и принималось требование стороны рабочих организаций введения восьми часового рабочего дня, это казалось утопией, несбыточным. Ну и кто оказался прав? Но те буржа, которые смеялись над этим, или те, так сказать, мелкие буржа и так называемые социалисты, которые говорили, да вы что, как это возможно? Или те, кто выставлял это требование. Надо смотреть в сторону развития производительных сил. Надо смотреть в сторону общественного прогресса. Те, кто смотрит в эту сторону, те в конечном счете выиграют. Хотя бы даже сейчас они рискуют быть непонятными. Потому что в конечном счете все равно трудящиеся выиграют от прогресса и будут поддерживать силы прогресса. Так вот, прогресс связан с сокращением рабочего времени. И прежде всего сокращением рабочего дня. А те, кто встают на пути прогресса, раньше или позже, оказываются... Оказываются... В стратегическом поражении. Раньше или позже оказываются отброшенными. И ушедшими, так сказать, с арены политической и общественной жизни. Так вот, если, уважаемые товарищи, вы внесете поправку... А сейчас речь идет именно о внесении поправок в этот законопроект. О том, что с 1 января... Это можно внести в качестве переходного периода. В положении переходного периода. О том, что с 1 января вводится 6 часов рабочий день. Вот тогда Единая Россия превратится в противников прогресса. И это будет явно видно всем трудящимся. Вот они будут противники. Они будут протестантами. Они вы будете протестантами. Потому что быть протестантами, это всегда быть привязанным, как бычок за веревочку, к тому, кто ведет в нужную сторону. Вот бычок упирается, протестует. А тем не менее, его ведут туда, куда надо. Может быть, даже и на убой. Так не надо быть протестантами. Выставляйте свое. И когда выставите свое положительные требования, стратегически правильные, научно обоснованные, вот тогда те, кто будут стоять на вашем пути, они будут протестантами и в конечном счете проиграют. Ну вот, такое на самом деле положение. Я понимаю наших представителей партии, коммунистической партии Российской Федерации, справедливой России. Они просто незнакомы с научными работами, которые показывают, что в принципе повышение пенсионного возраста совместимо с улучшением положения трудящихся. Когда это бывает? Когда общее количество отработанных часов за трудовую жизнь у последующего поколения сокращается? И тогда выступать против повышения пенсионного возраста у тех людей, которые сохранили эту родоспособность, которые увеличили продолжительность здоровой жизни на 20, 25, 30 лет, но выступать против этого совершенно не оправданно. Вы тогда против работников будете выступать, по сути. Да? Люди с этим просто незнакомы. Я хочу порекомендовать тем, кто действительно болеет за интересы трудящихся, почитать статью в журнале «Проблемы современной экономики» 2018 год номер один, где как раз говорится, это моя статья, говорится о том, что сокращение рабочего времени и повышение пенсионного возраста процессы совместимы. Совместимы. То есть можно за более продолжительную трудовую жизнь в годах отработать меньшее количество часов, если мы будем последовательно, используя все возможности научно-технического прогресса, сокращать продолжительность, нормальную продолжительность рабочего дня, ну, например, до 6 часов, нормальную продолжительность рабочей недели, ну, например, до 30 часов. Ну и тогда за трудовую жизнь вы наберете значительно меньше часов. И тогда совершенно нет оснований уступать против пенсионного возраста. Дорогие товарищи, вы попали в странную такую ситуацию. Вы в нынешней ситуации, вы правы, пенсионный возраст в нынешней ситуации, если он будет повышаться, действительно ущемляет интересы трудящихся. Но в принципе уступать против повышения пенсионного возраста было бы неправильно, потому что существуют, еще раз говорю, повторяю, такие ситуации, когда это нормально, когда это не противоречит улучшению положения трудящихся. Так выступайте в принципе, стратегически правильно. Выступайте за сокращение рабочего дня. Иначе вас затурыкают, затюкают вот этими примерами и ссылками на то, что на Западе пенсионный возраст повышается, а продолжительность жизни растет. Затюкают. Эти люди, конечно, умалчивают о том, что за более высокий, за более продолжительный трудовой стаж в годах на Западе люди отрабатывают все меньше и меньше часов. Они об этом умалчивают. Но вы-то об этом не знаете, что ли? Ну не знаете, так знакомьтесь. Есть это в науке. Ознакомьтесь и тогда поступайте со знанием дела. Боюсь, боюсь, что и Коммунистическая партия, и Российская Федерация, и Справедливая Россия этим шансом не воспользуются. Это был бы прекрасный шанс для того, чтобы закрепить их позиции. Но дело сейчас не в позициях этих партий. А это был прекрасный шанс, чтобы они бы что-то реально сделали для трудящихся. Даже если бы это предложение не прошло в Думе, а вероятность этого, конечно, очень высокая, но они бы дали правильный лозунг борьбы для миллионов трудящихся. Они бы могли возглавить эту борьбу, если бы стали придерживаться этого лозунга. Если они этого не сделают, то я думаю, что их политическое будущее не завидно. А трудящиеся найдут себе те политические силы, которые сумеют организовать эту борьбу. Я еще раз повторяю, что есть рабочая партия России, которая имеет это требование, требование сокращения рабочего дня до 6 часов без понижения заработной платы, и сокращение рабочей недели до 30 часов без понижения заработной платы в своей программе. Именно рабочая партия России старается вот эти требования включить в повестку дня борьбы за коллективные договоры. И эта борьба развертывается, и она будет идти. И этот компромисс, связанный с сокращением рабочего дня, будет достигнут. Но позже будет достигнут. Жалко, конечно, позже. Но что делать, если люди, которые называют себя опозитонерами, рвутся на себе воротники и искренне все это делают, никак не возьмут в толк, что надо не просто быть протестантами, а надо выдавать правильные требования борьбы за улучшение положения трудящихся, а не против ухудшения. И тогда, когда вы боретесь за, вы тем самым не трудитесь, между прочим, и против. Вы препятствуете ухудшению положения трудящихся. Значит, трудящимся в этой ситуации, ну что надо делать? Ну, посмотрели вы, ну вот, попробовали вы подписать петиции. Ну, подписали 9,6 миллиона. Ну, давайте еще 10 миллионов кликов сделаем и перенесем 80 или 90 ящиков распечатанной бумаги. Русский лес жалко. Жалко русский лес. Сколько на это уйдет? Потому что ничего не подействует это на тех, кто упорствует на своей позиции, я имею в виду на единую Россию. Значит, ну и зачем тогда кликать? Зачем строить иллюзии? Я уже обращаюсь к пониманию, к работникам. Ну, давайте вспомним, что еще раз говорю, что работники всегда добивались улучшения своего положения своими собственными организованными действиями. Так было всегда. Ну, есть некоторые люди, которые, я говорю уже о внедумских силах. Я вот посмотрел сайт, хорошие, честные, видимо, так и искренне болеющиеся за дело труда. Ребята называют себя анархистами, которые на своих черных знаменах, ну как же анархизм, ну как красные знамена, развернуть, под которыми трудящиеся всегда и бились. Значит, всеобщая политическая стачка. Да, конечно, всеобщая политическая стачка – это мощное оружие. Она, конечно, всегда называется всеобщей, никогда такой быть не может, да, чтобы все прямо встали. Так не бывает. Так не бывает. Надо, чтобы кто-то обеспечивал подачу электроэнергии, значит, водоснабжение и так далее. Но, бывало, когда очень многие бастуют. Когда это было? Ну, скажем, вот в 1905 году. Ну, дорогие ребята, а вы знаете, сколько перед этим людей прошло через школу забастовок? Ну, по крайней мере, каждый десятый работник России побастовал. А вот, значит, в 1914 году, накануне войны, тоже были близки к всеобщей политической стачке. А вы знаете, сколько бастовало, так сказать, работников России и сколько работников милов забастовок? В промышленных центрах, таких как Петроград, каждый второй, посчитайте, из 400 тысяч выходило на демонстрации за 8-часовой рабочий день летом 2014 года. Это значит, опыт забастовочной борьбы имел каждый второй рабочий политического центра страны. Скажите, пожалуйста, каков сейчас размах забастовочной борьбы? Сколько рабочих имеет опыт забастовочной борьбы? Я вот взял, поинтересовался официальные данные за 16-й год. Выяснилось, что было три зарегистрированных забастовки, в которых приняло участие одна десятая, там измерение в тысячах было, одна десятая тысяча человек. То есть 100 человек. Допустим, это официальная статистика. Приезжает цифры в тысячи раз, я говорю в тысячи раз. Значит, вот не 100 человек, а 100 тысяч на самом деле бастовало, конфликтовало, останавливало работу, добивало своих прав. 100 тысяч человек. И сколько это в процентах от рабочего класса? Да это вообще меньше процента. Так сравните то, что пришествовало так называемой всеобщеполитической забастовке в 1905 году. Сравните то, что пришествовало февральской революции 1917 года и то, что есть сейчас. Ну а какой вообще всеобщеполитической забастовке может идти речь? Это не первый раз стать, понимаете, вот в 90-е годы с этим выступал Вилей Носов. Замечательный человек, бывший шахтер, если я не ошибаюсь, который искренне хотел поправить ситуацию. И тогда было больше оснований, потому что больше было бастующих. Но все равно это настолько было каплю моря бастующих в общем неподвижном рабочем классе, что, так сказать, выставлять лозунг всеобщеполитической забастовки – это сегодня выставлять себя на смысл. Вот не надо, чтобы смеялись над тем, что, по сути, вообще говоря, в большой перспективе имеет рациональное зерно. А надо трудиться, так сказать, приближать этот час, да, приближать час, когда размах коллективных действий, в том числе и забастовочных, будет у работников настолько широким, что они могут влиять на принятие политических решений. Вот поэтому без истерических криков о всеобщеполитической забастовке работники должны в своих предприятиях организовываться в профсоюзах. Значит, может быть, использовать существующие профсоюзы, может создавать новые. Готовясь к коллективным договорам, в которых включать требования сокращения рабочего дня. А может быть, не сразу, может быть, скажем, на месяц в год. То есть, какие-то переходные предусматривать меры для этого дела. Но двигать и толкать ситуацию коллективными действиями в этом направлении. Вот этим надо заниматься. И благодаря этому будет, с уверенностью, можно сказать, достигнут компромисс между тем, что сегодня делает буржуазия, и тем, что нужно трудящимся. Рабочий день, товарищи, общими усилиями будет сокращен. И тогда сложатся новые ситуации. Но для того, чтобы эта ситуация сложилась, надо много, организованно бороться. И тогда успех обязательно придет. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...